Знаете, следующий вопрос хотел бы назвать так, вперед в прошлое. В типографии российской Тулы поступил огромный заказ на отпечатку продуктовых талонов в советском стиле. Речь о карточках, по которым можно будет получить молоко, мясо, рыбу и продукты. Вот насколько реально такая перспектива сегодня для России? Знаете, если бы меня спросили об этом там год-два назад, ну, наверное, я бы сказал, что, ну, вряд ли мы до этого дойдем. Ну, один мой хороший знакомый еще лет, наверное, 7-8 назад сказал, понимаешь, что Путин строит, вот все, что может построить, это столов, да, только в худшем виде Советский Союз. Соответственно, рано или поздно, конечно, будет там экономика перейдет на военные рельсы, будут какие-то плановые вещи в экономике. Ну, да, и все это, как всегда, заканчивается потом дефицитом, карточками и неконтролируемой инфляцией. Вот пока Путин ждет, что без российского газа замерзнет Европа, в школах РФ дети не могут учиться из-за холода. Вот в Алтайском селе ученики не ходят в школу, ну, просто потому, что в ней холодно. Вот хотел бы фрагмент эфира местного телевидения сейчас, чтобы вместе посмотрели. Учеников Кокшинской школы Советского района с сегодняшнего дня отправили на дистант. Причина тому – низкие температуры в классных комнатах. Я вот на окнах температура в винете 8 градусов тепла. И это при включенных обогревателях. Окна запотели, на подоконниках налить, появляется плесень. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Стало заметно холоднее. Спортивный зал. Сделать отопление или как-то, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят уже идти в школу, потому что дуба. Заходят с улицы 30 градусов, сюда приходят плюс 5. Это нельзя так. Дмитрий, заметьте, эту школу никто не обстреливал. Да, да, но таких историй очень много, к сожалению. И именно поэтому Путин и вел цензуру, потому что мы раньше рассказывали о том, что, ну посмотрите, сколько денег тратится. Да даже на войну, сколько же потратили там? Десятки миллиардов долларов? Ну, на эти деньги можно было столько школ построить, больниц, там, реноваться, жилья провести и так далее. Ну нет, Путин тратит эти деньги на то, чтобы, непонятно, причем даже с какой целью, чтобы убивать мирных граждан, разрушать другие города. Все ради его какой-то, рожденного в его голове, некой войне с Америкой, с НАТО. Это, конечно, удивительно. Но вчера потрачено полмиллиарда только на один обстрел Украины. Сколько можно было, интересно, школ построить? Я не экономист, не знаю, но, наверное, ни одну школу можно было построить. Теплую. Совершенно однозначно, очевидно, и построить, и содержать, и не один год. Но, тем не менее, все эти деньги тратятся на... Ладно, сейчас война, да, там, Путин почему-то вбил себе в голову, что она ему нужна. А вот до войны, до войны тратились огромные деньги на силовиков, огромные деньги на репрессивный аппарат, который, в общем-то, кому он нужен? Поэтому удивительно, когда просто убийство людей, которые, так сказать, Путин сейчас организовал, да, разрушение города... А еще Украина потом придется восстанавливать. Какое количество денег будет на все это потрачено? Можно было бы такую страну построить на эти деньги. Но что здесь обсуждать? Абсолютно неадекватный, во главе России неадекватный дед, который, по сути, уничтожает, не только он Украину уничтожает, он уничтожает Россию. Потому что если Украину потом весь мир будет восстанавливать, а что будет с Россией, когда она останется без своих резервов, когда она останется без каких-либо инвестиций международных, когда страна будет под просто десятками там пакетов санкций? Путин просто, ну, разрушитель. Террорист, военный преступник. Ну и важно, чтобы это поняли и жители России, вот которых, в частности, нет тепла в школах, и чтобы они для себя уяснили, почему так происходит. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был в нашем эфире. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...